В районе продолжаются сходы граждан. 3 декабря представители районной администрации встретились с жителями станицы Новодмитриевской. Глава поселения Елена Шамраева выступила с отчетом о проделанной работе. За 9 месяцев 2019 года из 19 поручений выполнено 15. Отгрядированные цепы на 15 километров дорог, отремонтирован дом культуры, установлены три новых детские площадки. Проведены работы по реконструкции футбольного поля. Самым острым по развитию социальной инфраструктуры остается вопрос замены водопроводной сети. Протяженность сети водопровода составляет более 49 километров. На сегодняшний день устранено 25 порывов. Проверено 660 домовладений, где выявлено 180 нарушений. Подключено 26 новых абонентов. Из запланированных 2400 метров замены водопроводной трубы выполнено 2900. Еще одна проблема поселения – стихийные свалки. Их устраивают сами жителям. Волнует людей и качество водоснабжения в станице. Сейчас, говорят, заставляют там писать договора, заключать. Но вода невозможна. Там идет яблочный сок под три фильтра через три дня. Говорят, за должность там будут выводить. Ну, когда это будет, кто может от этого? ЖКХ нахер. Мы, как только погода даст возможность, мы начнем менять линию вашу старую. Там все трубы металлические, понятно, поэтому вода у вас такая грязная, там и идет. Мы заменим у вас на пластиковую трубу, установим вам всем счетчики и, естественно, будете заключать договора с ЖКХ. Будете платить за воду. Приятной для жителей стала новость о строительстве нового детского сада и спортивного комплекса. Адам Джарим подчеркнул, что он необходим для молодежи поселения. Молодежи много, детей много, а спортивного комплекса нет. Спортивный комплекс – это вот о чем говорит губернатор, что в каждом населенном пункте вот эти малобюджеты должны быть. А вот если бы вот с этим вопросом уже, допустим, в следующий год, и, естественно, детский садик. Хочу пожелать вам всем мира, добра, благополучия и чтобы хорошо встретили Новый год. В перспективе – ремонт тротуаров, благоустройство и реконструкция автобусных остановок. Ряд мероприятий необходимо согласовать с отдельными пунктами бюджета. По итогам встречи глава района положительно оценил работу главы Новодмитриевского сельского поселения и депутатского корпуса.